Что делать начинающим селлером в субботу и воскресенье? Мы ее скоро внедрим тоже и ждем видеообложки. Вот, поэтому у нас скоро будет новая упаковка. Так, ну что у нас продолжение нашей хмурой субботки, ждет арт-плей. Ну ладно, скажу честно, на арт-плее наша сегодняшняя суббота не закончилась. Сделали очень хорошую закупку, новые камни у нас появятся. Конец сентября, начало ноября будут очень, как это сказать, новиночки у нас будут. Сальвадор Дали, там искусственный интеллект, классный новый бургер, который с креветками. Все будет, если ебашить. Ребята, привет, сегодня у нас выпуск выходного дня. Что делать селлером, да, несколько советов, что делать селлером на выходные. Да, как бы, там тратить заработанное с маркетов сотни тысяч рублей, либо кайфовать где-нибудь под пальмой. Я думаю, что это, наверное, проискинг и цыган, да, особенно после обещания покупки курсов по маркетам бы. Вот такие графики скринят, что там, типа, вот смотри, за день полтора миллиона оборота. Вот. На самом деле, ситуация по-другому обстоит. Что делать начинающим селлером, да, в субботу и воскресенье? Ебашить. Вот. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас едем на закупку, мы занимаемся украшением из утральных камней, мы не перепродаем, мы производим сами браслеты. Что нам подарила эта субботка? Прекрасная дождливая серенькая утречка, и, собственно, мы направляемся к нашим оптовикам закупать камни, чтобы потом сделать, собственно, браслеты и отправлять их клиентам. Поэтому суббота у селлеров может быть не такая, как бы это сказать, волшебно-прекрасно-позитивная, как ее описывают инфо-цыгане, которые продают курсы, но как это все будет, если ебашить? Поэтому, что мы сейчас делаем с джесс-суббота? Суббота. На двои губительная слабость, на двои губительная радость, мурашки-посые ноги по-холодному паркету. Что нас ждет в продолжении этой хмурой дождливой субботки? Мы, на самом деле, не только сегодня будем субботить, мы закупку сделали, у нас, короче, ребятушки, вот, просто, что у нас появится с вами? Мы сделали закупку новых камней, кстати, мы находимся в замечательном классном бургер-кировке, мы любим, здесь очень крутые штуки, это просто, какой-то, короче, мы любим джесс-бургер-кировку, да, это и все. Короче, мы сделали закупку новых камней, ребятушки, вот такой перит, я пока приобрел его себе, я сделаю с ним бусы, потому что у нас есть три вида бусы, если вы хотите какие-то уникальные бусы себе, в видео появится, я сделаю такие, ну, фоточки, какие у нас сейчас есть, если вы хотите уникальные, то либо пишите нам в телеграм-канал, он будет тоже в описании, либо, ну, как бы, пишите, там, мне ВЛС, у нас в контакте, тоже под этим видео будут, да, мы вам сделаем бусы уникальные под вас, либо, может быть, вам понравятся те, которые есть в комплексе, ну, которые у нас уже продают. Вот это крутой перит, вот такой вот офигительный просто перит, я хочу, ну, попробовать с ним сделать. То есть мы взяли новых камней, мы взяли, там, ардонит, мы взяли, как он, напомню, змеевик, вот, мы взяли у накида, разные камни, поэтому у нас, короче, там, конец сентября, начало ноября будет очень, ну, как это сказать, ну, новиночки у нас будут 100%, то есть там на начало ноября у нас будет 100% новинки, вот, а так у нас насыщенный день, не только мы в этот день занимаемся с закупкой, у нас по плану дальше это, куда мы там, на какую выступку пойдем? Арт-плей Сальвадор Дали. Пойдем в Арт-плей на Сальвадор Дали и потом или киношка, или что-нибудь еще придумаем, вот, а пока надо доить свою картошечку, вот, поэтому хорошую выходку. Как всегда, благодарочка Burger Heroes, мы здесь перекусили, у вас появился классный новый бургер, который с креветками, он просто обалденный, поэтому респектос, респектос, мы с Джесс очень, как это сказать, фанаты уже конкретные Burger Heroes, вот, сколько было съедено черной мамбы, но... Вот здесь вот, понятно, дождик, мы на Третьяковской возле Burger Heroes, здесь, понятно, дождик никого нет, все внутри, но если вы вдруг будете пробегать мимо, то я рекомендую, у них тем более офигенный новый, новый бургер, вот, а мы поехали дальше на выставку. Так, ну что, продолжение нашей хмурой субботки ждет ArtPlay, мы сейчас, как я вам говорил, продолжаем наше субботнее путешествие и идем на выставку. Так, наш любимый ArtPlay, давно я здесь не был, очень давно, и мы сейчас ищем строение 25, по-моему, туда, там будет выставка, получается, Сальвадор Дали, там, короче, вот эти вот полотна живые, в плане там проектора, мы были... На кого мы тогда приходили? Айвазовский? Айвазовский Кандинский. Мы были, нам были на Айвазовский и Кандинский, там Пуфаны посередине, большой зал, короче, такие эти проекторы, и, ну, вот, его все картины, они вживую, короче, так собираются, типа, частями, и голос, как бы, рассказывают, что его жизнь, там, о разных, там, моментах жизни, когда их были, какие картины написаны и так далее. Нам очень понравилось, и вот мы увидели, что Джесс увидела, что в ArtPlay проходит такая же, но только Сальвадор Дали, и мы подумали, ну, блин, типа, почему бы и нет, почему бы не съездить после закупки? Вот, мы сделали очень хорошую закупку, новые камни у нас появятся, новые модели, ну, это, как я сказал, это вот в октябре, скорее всего. Вот, и, собственно, залететь в ArtPlay почему бы и нет. Еще момент, у нас готовится переупаковка, сегодня дизайнер прислал нам один из видов инфографики, мы ее скоро внедрим, тоже, и ждем видеообложки, вот, поэтому у нас скоро будет новая упаковка. Кстати, пока мы тут ходим, мы одновременно делаем контент, и, собственно, я же вам показывал, не показывал, у нас скоро будут вот такие вот продажи четкие, ну, короче, с натуральными камнями, с серебром, и, короче, какой момент, они у нас в телеграм-канале, в контенте, в соцсетях группе ВК, в группе ВК и в, сейчас скажу, в инстаграме, они появятся у нас чуть-чуть позже, мы их внедрим, вот эти вот щеточки будут из Яшмы Пикассо, будет Шунгит, вот, и мы их внедрим чуть-чуть попозже, то есть мы запустим продажи без маркетов, да, как бы, кто захочет себе заказать, как бы, вживую, а потом мы уже их, ну, упакуем в инфографику и засунем в наши маркеты. Который бы подобно мне против давал народу, чисто этого безумца, ну, вот, случилось полночное, суждено было случилось, явился Далий, стереалист для мозга костей, движущей душиарской воли к власти, он провоскласил неограниченную свободу, от какого бы то ни было до эстетического или морального насилия, изменил, что можно прийти до конца, до самых крайних экстремальных пределов в любом творчестве. В другой мир, если вы видите объект, вы видите его только секунду, а затем он исчезает. Исходя из этого, художник пытается сделать то, что я пытаюсь делать прямо сейчас, создать... ...взвести. Ну что, очень крутая выставка, нам очень понравилась. Она была похожа на ту, на которой мы ходили, да, где живые полотна, только здесь экраны, получается, во всю стену, и здесь, получается, как тоже три в одном. Сальвадор Дали, там искусственный интеллект и еще какая-то... Вот, в принципе, очень хорошая суббота, и вам желаю тоже посещать больше таких классных мест и, собственно, насыщаться какой-то такой классной энергетикой, каким-то впитывать в себя искусство и развивать и развиваться. Поэтому пока всем. Ну ладно, скажу честно, на арт-плее наша сегодняшняя суббота не закончилась, решили зайти в ирландский паб до конца, так сказать, отметить нашу субботу, вот. И поэтому сейчас по ирландскому пиву отдохнуть в таксо и домой. Вот, теперь точно все. Кстати, здесь очень классно.